Получить нужные справки, не выходя из дому, поможет мобильная электронно-цифровая подпись. С помощью телефона граждане теперь смогут легко пройти процедуру подтверждения личности. Когда в Беларуси заработает новый инструмент для доступа к электронным услугам, расскажет Вероника Римашевская. Создать как можно больше электронных услуг для населения – важнейшая задача на пути к электронному правительству. Онлайн-общение граждан с госорганами позволит полностью отказаться от очередей многочисленных бумажных справок. Для того, чтобы это предоставить, то мы должны автоматизировать эти процессы. Так вот, это один из основных элементов, который придает юридическую значимость тем или иным документам, которые будут ходить у нас в стране – это технология электронно-цифровой подписи. Технология электронно-цифровой подписи – своего рода ключ подтверждения личности. Ежемесячно около тысячи таких ключей выдают юрлицам. Но пока механизм не популярен среди граждан. В первую очередь, потому что электронных услуг для физлиц создано слишком мало. Кроме того, в повседневной жизни необходима более простая технология идентификации, над созданием которой уже идет работа. Предполагается, что ключи для подтверждения личности будут храниться на мобильном телефоне. Люди в привычных им взаимоотношениях с мобильными операторами, то есть в салонах мобильной связи, смогут получить у себя на сим-карте те приложения, которые необходимы для того, чтобы генерить эту электронно-цифровую подпись. И тем самым они получат возможность, кроме подписывания документов, еще и надежным образом себя идентифицировать. Если внедрение мобильной электронно-цифровой подписи затронет нормативную базу, на разработку может уйти несколько лет. Впрочем, количество сформированных электронных услуг для населения напрямую зависит от госорганов и их инициативы. Некоторые из них, кстати, смогли упростить популярные для граждан процедуры. Буквально зная кадастровый номер и свидетельство о госрегистрации или земельного акта, вводите кадастровый номер в соответствующие ячейки, и вам на экран выдаются сведения о кадастровой стоимости или о налоговой базе земельного налога. На сайте ежегодно фиксируют около 400 тысяч таких запросов. Для Государственного комитета по имуществу развития электронных услуг – приоритетное направление. Например, в прошлом году была создана публичная кадастровая карта, которая предоставляет информацию о земельном участке не только в цифрах, но и графически. Будет отображение градации, цвета, это будет вам границы, зон, вы можете посмотреть, куда попадает ваш участок, какая стоимость будет в долларах и в белорусских рублях. Еще один необходимый толчок для развития сферы – единый интернет-портал, который в будущем призван стать площадкой для доступа ко всем электронным услугам. Для реализации проекта здесь особенно важно взаимодействие с госструктурами. Найден выход и для тех, кто не может воспользоваться интернетом, чтобы совершить нужную операцию. Разработана система информационных посредников. Такой механизм уже создан и воспользоваться им может любой гражданин. Сегодня функции информационных посредников выполняют Белпочта и Белтелеком. Это около 300 точек по всей стране, куда можно обратиться и действовать через оператора, получить электронную услугу. Вероника Римашевская, Николай Лошкевич и Григорий Кристофович. Агентство Телиновостей.